Всем привет! С вами снова я, Алиса, с канала Белевикс. Ваше участие в голосованиях в моих инстаграмах помогло определить, на какую куклу после Фрэнки Штейн снимать обзор. И как вы уже можете догадаться, сегодня мы с вами сравним новую репродукцию, базовый Клодин Вульф, Буриджинал Крепродакшнс, с ее старой версией 2010 года, и посмотрим, какая из них лучше. Релиз репродукции состоялся в символическую дату, пятницу 13 мая, официальным аккаунтом Monster High. Изначальная цена кукол составляла 25 долларов. Онлайн можно было приобрести на сайте Mattel Creations, а по штрих-коду куклы пробились в США в магазинах Walmart. Куклы ориентированы на массового потребителя. Хотя в Мексике, например, фанаты и реселлеры сметали новых кукол с полок и разгромляли стенды. На коробках надписи на разных языках, что означает международные продажи. Как отмечает Mattel, несмотря на решение временно приостановить импорт товаров, компания продолжает операционную деятельность и осуществляет внутреннюю отгрузку товаров, находящихся на складах в России. Это позволит в ближайшие месяцы удовлетворить покупательский спрос на бренды Mattel. Упаковка похожа на ту, что была раньше, но все же заметно отличается. Для сравнения коробок я возьму коробочку Фрэнкиштейн первой волны. Чтобы посмотреть обзор на Фрэнкиштейн репродукцию, заглядывайте в описание, и там будет ссылка на видео. Форма гроба, напоминающая школьную папку, практически сохранена. Однако в сравнении заметно, что стало больше блистера, так как углы срезаны. Отличительный значок Клодин – символ с перекрещенными косточками. Он переместился в другой угол и стал почти незаметным. Открытое окно в верхней части, которое было у оригинальных кукол, теперь заменено графическим изображением цепочки с разными цитатами для каждого персонажа. Оригинальные коробки кукол содержали намного больше информации о каждом персонаже. Любимые предметы, стиль и многое другое. И они больше были покрыты местами блистером, из-за чего коробка кажется более упрощенной. Справа надпись Monster High на разных языках с личным стилизованным черепком персонажа. Внизу имя и информация, чья дочь. Возрастное ограничение куклы также 6+. По обрамлению видим отсылки, значки, свойственные Клодин, лапки, цепи, звезды. Рядом с появившимся логотипом Мотел – кассета Full Moon Mix от 12.2.10. Сбоку череп Monster High и арт Клодин в полный рост. На задней стороне коробки надпись Monster High. Текст «Встречайте страшно модных подростков, детей знаменитейших в мире монстров». Клодин Вульф – дочь оборотня. Рядом с ее артом сокращенная биография, которая, в общем-то, максимально очевидна. Клодин 15 лет, ее питомца зовут Полумесяц, любимая еда – стейк, а лучшие друзья Фрэнки и Дракулаура. Если на коробке Фрэнки текста еще более-менее, то у Клодин совсем пусто, грустно и вообще голо. Минимализм ликует. Разница видна в количестве артов персонажей, поскольку в 2022 году перевыпущены только Дракулаура, Лагуна Блю и Фрэнки Штейн. А обзор на Фрэнки Штейн вы можете посмотреть по ссылке в описании. В том видео я подробнее рассказываю о репродукции и сравниваю кукол. Ну и не забывайте подписываться на канал. При внимательном рассмотрении заметно, что блестящая черная паутинка на всей коробке заменена значками монстряшек, например, губами Дракулауры или морским коньком Лагуны. В комплект входит подставка, питомец и два аксессуара. Кукола выполнена в Индонезии. Нижняя часть содержит информацию о правах компании. Указан 2021 год. На заднике сохранилась вставка, но с надписи, сшитые вместе со стилем, она превратилась в Бу Риджинал Крепродакшн. Есть также картонка с информацией о переработке. Крепление стандартное, штырьки и резиночки. В линейке представлены нейтральные куклы, одетые по умолчанию. Самая первая серия получила название «Базовая». Это куклы в повседневных нарядах, которые монстряшки надевают, когда нет никакого особого случая. У меня сейчас на столе три Клодин Вульф. 2010 года, 2013 года и 2022 года. Репродукция. Кто угадает? Какая из них кто? Я думаю, после этого обзора грех не угадать. Тело не изменено стандартного роста. На спине куклы указано производство 2021 год Индонезия. А вот шарнир измененный. У куклы 11 точек артикуляции. У новой Клодин в бедрах белый пластиковый шарнир, как и у Клодин Вульф 2013 года, кстати говоря. А не золотая резинка, как была у 2010 года. Новый шарнир позволяет кукле более надежно и устойчиво сохранять позы. Руки и ноги у куклы шарнирные. Их можно с легкостью сгибать в локтях и запястьях, а ноги в коленях. Стоит отметить, что у Клодин репродукции более болтаются ноги. Также у нее мягче нам ножка ручки. И не обращайте внимания на маникюр моей первой Клодин 2010 года. Руки новой Клодин имеют надписи R4 и L2 по бокам вместо R и L посередине руки. На ее кистях также есть надписи. Шарниры рук новой Клодин похожи на шарниры кукол перезагрузки. Они прочнее. Посторонних запахов у куклы нет. В отличие от вампиров, оворотни в кино обычно не выглядят утонченными леди. Шерсть, клыки, когти, боязнь серебра и полная зависимость от фаст луны. Такими вербульфы предстают на экранах и в книгах. Самый известный производитель игрушек Мотел решил в очередной раз сломать стереотипы и показать совершенно неожиданного и очень красивого оборотня Клодин Вульф. Между Клодин 2010 года и 2013 сильных изменений нет. Поэтому будем акцентировать внимание на Клодиши 2010 года и Клодин репродукции. У куклы приятный карамельный скинтон. Макияж в фиолетовых тонах. Есть и перламутр наверху. Замечу, что цвет деталей базовый Клодин может слегка отличаться. Это обусловленная возрастом кукол. У моей Клодин первой волны оранжевый цвет в радужке. Контрастирует с бежевым внизу. У Клодин репродукции они стали преимущественно ярко-желтыми, а также заметно уменьшился зрачок. Века новый Клодин коричневая, а не черная. Глаза стали уже. На губах такого же темно-коричневого оттенка прорисованы белые клычки, которые стали меньше. У данной версии еще и немного они подстерты и не докрашены. По промо-фото видно, что у первой базовой Клодин Вульф были ушки на ободке. Сами же куклы вышли с острыми молдированными ушами. Между ними есть небольшое пространство, которое закрывает прядки волос. В каждом ухе у нее по два прокола. Золотые сережки стали более светлого, золотого цвета. У Клодин шикарные и густые волосы, которые у нее отрастают каждый день. И она может красить и стричь их, как захочет. Каштановые волосы вперемешку с медными прядками стали длиннее. Разница в волосах колоссальная, и это очень заметно. Мне, например, нравится больше Клодин с длинными волосами. Мне кажется, ей так больше идет. Они были сильно прижаты к коробке, поэтому выглядят не совсем аккуратно. Но это можно исправить. Зато посмотрите, какая копна волос! Это очень существенно! Боковой пробор сохранился. У репродукции Клодин словно дайсоновская укладка с объемом. Волосы чуть волнистые внизу, отчасти из-за резинок, которыми была придавлена к коробке. Кстати, больше у кукол нет утечки клея в головах, Мотел больше не использует старую технику для прошивки волос. Прошивка у куклы хорошая, рядом с собранными прядками небольшие залысинки, и они практически незаметны. Клодин Вульф относится к числу героинь первого плана, мультсериала и книг о школе монстров, так же, как и дочь Франкенштейна Франкенштейн и вампирша-вегетарианка Дракулаура. Клодин Вульф во всем стремится быть главной. В моде, в спорте, в учебе и даже в общении с подружками. Юная волчица очень добрая и надежная подруга, которая ради дорогих ей монстряшек пойдет и в огонь, и в воду. Но есть у персонажа и недостатки. Главный – это настоящая зависимость от модных штучек. Для Клодин купить всю новую коллекцию нарядов в магазине – обычное дело. Чокер с желтыми камнями. Украшение имитирует золотую цепочку с фиолетовым ожерельем внутри. Камень стал более светлого фиолетового цвета. С обратной стороны на украшение есть разрезы, чтобы их удобнее было снять. Указан также год создания молда – 2008 год. Клодин – очень обаятельный оборотень, а ее наряд, как всегда, очень экстравагантный. Ведь она – талантливый модельер и хочет стать известной в мире моды. Сама Клодин Вульф называет себя неистовой модницей. На кукле трикотажный черный жакетик, воротничок которого обрамляет мех. Фиолетовый манжет кофты стал шире. Золотая тесьма также имитирует молнию. Искусственный мех на накидке такой же приятный на ощупь. Он стал более лилового оттенка. Мне это очень напоминает хант-кутюр. Но у хант-кутюр мех более пышный. Под кофтой находится коралловый топ с тигровым принтом, покрытый блестками. Черные блестки стопа также осыпаются. Топ держится на шее на ленточках, а внизу на липучке. Топ новый Клодин более насыщенного оранжевого. Но обусловлено это тем, что лица и одежда, к сожалению, со временем выгорают. Рюши стали менее объемными. Между топом и юбкой небольшое расстояние, которое пытается закрыть черный резиновый пояс с золотыми прокрашенными камнями внутри. Пояс не закреплен, а с обратной стороны есть застежка. Экстра короткая юбка фасона солнца двуслойная. Нижняя часть представляет собой сеточку. Юбка первой базовой напоминает атласный материал. У новый Клодин она более блестящая. Под юбкой есть небольшой пояс, который не дает ей подниматься. Сумка новый Клодин более блестящая, со светлой золотой краской. Более проработана имитация золотой молнии, но не докрашены ремешки. На сетчатых гольфах сверху стало больше пространства. Гольфы новый Клодин выше, а сетка стала мельче. Сапоги-босоножки детализированные. Спереди мы видим пальчики куклы, а с обратной стороны кусочек пяточки. Есть разрез. По бокам молдированные молнии. Ремешки фиолетового цвета идут по всей поверхности сапог. Пряжки окрашены в золотой. Танкетка высокая. Туфли новый Клодин имеют более светлый золотой цвет и черную подошву. У первой волны она была серая. Питомец такой же милый. Маленькая кошечка, которая отличается тем, что любит царапаться. Но вместе с тем она безумно обожает свою хозяйку. На новой кошечке более покрыта лаком мордочка. Радужки полумесяца 2022 года светлее и ярче. А вот шерстка Крисцента приобрела более темный оттенок. Подставка и расческа новый Клодин другого кораллового цвета. На расческе в форме черепка указан 2010 год. Дневник принадлежит Клодин Вульф. По содержанию он является точной копией первого выпуска. Разница лишь в задней части дневника. Клодин Вульф дебютировала в числе первых двух волн базовых девочек. Позднее в 2013 и 2014 годах она перевыпускалась. Это так называемые упрощенные версии. Успешно был сделан и выпуск Клодин в шестерном наборе. Конечно, там есть свои плюсы и минусы. Некоторые детали не проработаны. Однако целых шесть кукол в одном наборе. Это круто. 43-х сантиметровая Клодин Вульф Frightfully Tall Ghouls страшно огромный. 17 дюймов в высоту почти вдвое выше стандартных мастряшек. Кроме роста, они отличаются более сложными и более подвижными шарнирами и дополнительным шарниром в груди. Наряд практически такой же, как и у базовой. Есть некоторые отличия в проработке деталей одежды. Например, жакета и обуви. Но они не критичны. Вдобавок, у перевыпуска 2013 года также другая печать глаз. Далее компания Мотел пошла на рискованный шаг, выпустив ребут-версии. Более детские лица и упрощенные куклы, которые уже не привлекали многих фанатов, несмотря на все ухищрения компании. С Клодин Хонт Кутюр общий лишь фиолетовый цвет. Кстати, обзор на нее вы можете посмотреть на моем канале. Печать и шарниры разные, у Хонт Кутюр есть ресницы и также одинаковая стилистика в образе Клодин и длина юбки. Конечно, это не стопроцентная идентичная старая версия кукол. У репродукции измененный макияж, другие современные шарниры и некоторые детали также незначительно отличаются. Какую куклу покупать и покупателей вообще решать только вам. Напишите в комментарии, какой выпуск Клодин Вульф понравился вам больше всего и на кого же сделать мне следующий обзор, Дракулауру или Лагуну Блю. Также смотрите обзор на Фрэнкиштейн по ссылке в описании, подписывайтесь на канал, мои социальные сети, ставьте лайк под видео и нажимайте на колокольчик. С вами была я, Алиса, с канала Белевикс. Be cool and crazy! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok